Тукаев предложил бизнесменам Казахстана новый договор с властью. В резиденции Аккорда состоялась встреча президента с представителями бизнес-сообщества страны. Тукаев призвал местных бизнесменов вкладываться в экономику Казахстана, в том числе, чтобы исключить вопросы о законности происхождения активов. Как выразились аналитики, президент сформулировал новые правила игры, в особенности для тех, чей бизнес платит большую часть налогов в бюджет. По словам президента, двигателем роста и диверсификации местной экономики должна стать нефтесервисная отрасль. Местное содержание в товарах, используемых в крупнейших проектах Тенгиз, Кашахан и Харашаханах, не достигает даже 5%, констатировал президент. Значительная часть иностранных вложений, а это 68%, у нас по-прежнему приходится на сырьевые сектора. Тогда как в обрабатывающей промышленности, электроснабжении, транспорте и ряде других отраслей идет отток зарубежных инвестиций. Как говорят политологи, олигархат в шатком положении, в послании и во время встречи с бизнесом стало очевидно, что этим людям президент дал последний шанс. Либо вы инвестируете в Казахстан, либо будете наказаны. Тукаев рассказал, как казахстанским бизнесменам снять вопрос о происхождении капитала. Недавно был принят закон о возврате активов, который нацелен на консолидацию мер и по возврату активов и по сути является актом общественного согласия, сказал он. В конечном счете это должно оздоровить нашу экономику и предотвратить социальное расслоение и разобщение. Добросовестному бизнесу иностранным и казахстанским инвесторам опасаться нечего, констатировал президент. Тукаев призвал состоявшихся бизнесменов страны принять участие в реализации крупных проектов в металлургии, химии и машиностроении. Поэтому хочу обратиться к состоявшимся крупным бизнесменам нашей страны. У вас есть финансы, опыт, налаженные связи на мировых рынках. Поэтому вы в состоянии проработать реализацию подобных проектов. Покажите, что вы готовы вкладывать средства в развитие страны. Честный и патриотично настроенный бизнес у нас всегда будет в почете и под защитой государства. Скажу откровенно, инвестиции в такие производства будут рассматриваться как серьезная заявка на то, чтобы доказать законность происхождения активов. Если весь приобретенный ранее капитал работает не только на пользу собственника, но и на благо национальной экономики, на процветание Казахстана это хороший довод, чтобы исключить вопросы об источнике происхождения денег. Согласно закону, заниматься поиском незаконного капитала будет специально уполномоченный орган при Генпрокуратуре. Чтобы попасть в поле его зрения, гражданину нужно иметь совокупные активы на сумму свыше 100 миллионов долларов. Информация о том, чьи активы вызовут сомнение, попадет в спецкомиссию. Она включит человека в реестр и обяжет отчитаться о происхождении денег. Если сделать это не удастся, активы признают необоснованно приобретенными и обратят в доход государства. Вернуть их к казну можно будет добровольно, либо принудительно по решению суда. Неофициальных кандидатов на попадание в реестр 162 человека. Именно эту цифру Токаев озвучил на встрече с местными бизнесменами, состоявшиеся после Хантара. Президент тогда заявил, что всего 162 человека владеют половиной состояния Казахстана, в то время как у половины населения доходы не превышают 50 тысяч деньги. Бауржан Шейхмет Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.